В Украине собираются выступить с концертами известные российские певцы, поддержавшие в свое время аннексию Крыма, Валерий Сюткин и Александр Серов. Валерий Сюткин назвал аннексию Крыма восстановлением исторической справедливости. Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем. Блестяще. Без крови, красиво. И историческая справедливость восторжествовала. Кому-то это не нравится. Думаю, что да. Заявил Валерий Сюткин. На сайте Миротворец Сюткина называют участником российской пропагандистской акции, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией войны на Украину. Там также указано, что в мае 2014 года и в апреле 2015 года он выступал на территории оккупированного Крыма. Российский исполнитель Александр Серов выступал в 2017 году в оккупированном Крыму. На афише Дворца Украина говорится, что концерт Серова запланирован на 23 марта 2020 года. Увидеть Александра Серова своими глазами и услышать его самые известные песни можно будет 23 марта 2020 года на главной сцене страны. Сообщили организаторы. Киев. 23 марта 2020 года приглашаю вас на свой сольный концерт, который пройдет во Дворце Украина. С огромным удовольствием представлю свои новые песни, а также всеми любимые хиты. Сообщил Александр Серов. Организаторы концерта во Дворце Украина сообщили, что если бы Серову запретили въезд в Украину, он бы не выступал. Нужно проверить эту информацию. Но вы же понимаете, что без разрешения СБУ на въезд в страну ни один артист не будет давать концерты и анонсировать их. Заявил представитель концертного зала. Пиар-менеджер Серова Александр Орлов заявил. Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился в Украине, и у него такой возраст, что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали. Поем многие песни на украинском языке. В нашем коллективе работают люди из Украины. Дело в том, что Александр Серов проходил военную службу в армии на морфлоте в Севастополе. Поступило приглашение от его сослуживцев, которые остались в Севастополе, на оккупированной территории. Они уже в возрасте. У одного из друзей был юбилей, и он пригласил Александра Николаевича выступить в Севастополе. Поэтому и концерт был там дан. У нас не было тура по Крыму, как у других исполнителей. А концерт в Симферополе был проведен, чтобы окупить дорогу коллективу, затраты на эту поездку. Пояснил Александр Орлов. Пиар-менеджер артиста утверждает, что в команде Серова не знали особенностей законодательства Украины, и сейчас они признают нарушение. 40 депутатов из четырех фракций Верховной Рады обратились в Службу безопасности Украины с требованием не впускать в Украину российских певцов Валерия Сюткина и Александра Серова. Субтитры создавал DimaTorzok